Ну, а вообще, как это на практике происходит длинность, ну, можно попробовать. Я, как-то, не пробовал, скажем так, заниматься такими вещами. Но я не думаю, что система позволит его завершить. Ну, и эти позволяют завершать. Килл 9 там и, соответственно, идентификатор процесса, ну, надо попробовать. ИРМ минус, ИРМ до сих пор работает. А зачем вообще нужна эта иерархия? Иерархия — это процесса, зачем нужна? О, она была... Это вот фундаментальная основа, на чём строился весь вот, весь Unix. То есть это вот у нас обязательно должно, что это строгое отношение. Оно пошло почему? Почему? Потому что, как раз вот я сейчас об этом, наверное, расскажу. Нет, расскажу прямо сейчас вот. Тот вариант, как у нас создаются процессы, да? Потому что в Unix основным способом создания процесса является форк. То есть это, соответственно, порождение дочернего процесса. В Windows NT там всё по-другому. То есть там процесс порождается непосредственно по желанию. Он не должен быть обязательно копией текущего. И поэтому там не нужно вот это вот раствор соблюдать. В Unix из-за того, что всё вот этими форками делалось, было обязательно предложено то, что всё будет вот от исходного init и так далее от него вот это всё разрастает. У нас студенты знаешь про форк? А я... А, говорили? Нет, нет, я сейчас где-то я проект... Вот, да, я расскажу. Нет, ну мы знаем, что такое форк. Это просто копия процесса. Вот, видите, видите. Насчёт того, что это просто копия процесса. Нет, ну как, ну просто создаётся второй процесс, у которого все данные и всё соответствуют первому. А потом уже можно... А тогда вопрос. А как же тогда процессы у нас всё-таки в Unix-то разные проходят? Нет, ну, другой номер. Нет, другой. Что? Номер самый на другой. Нет, да. Ой, а код? Ну вот у нас там есть init, а там потом запускают. Говорили. Ну ладно, это сейчас мы к этому придём. Ну а Windows и RAMQ зачем стали заводить? Нет. Она просто как бы не нужна. То есть её нет? Её нет. А, то есть вообще нет? Нет, вообще нет. А, окей, окей. А там есть некоторое, я нашёл всё-таки, как следует, поискав. Там есть её задатки, скажем так, но по факту она никогда не используется. Хотя это всё можно было бы тоже сделать и построить это дерево, кто кого запустил и как. Но просто даже, наверное, более правильно будет сказать, там этой иерархии не уделяется такого внимания, как в Unix. То есть в Unix, она как бы всегда в основе основ, по-моему, мы сейчас на это вот дойдём. Тогда, значит, посмотрим по сути своей создание процесса. То есть сейчас несколько отвлекаясь обратно вот в практических аспектах, говоря вот так, абстрактно, да? То есть чтобы создать процесс, что нам нужно? Нам нужно присвоить ему вот этот вот новый уникальный идентификатор процесса, выделить ему место в памяти для программы, данных, стэка и всего-всего остального, если что-то ещё есть. Инициализировать его блок управления этим процессом, и после этого добавить обошлись готовы к выполнению. В принципе, вот за четыре шага можно всё сделать. Опять-таки вот на бумаге всё просто. А как вот доход на должную реализацию, тут уже начинаются интересные вещи. Сентя, можно назвать? Да. Когда там были вот эти вот пять штучек написаны, там было написано, что сначала у нас минициализируется PCB, и есть послорадочное пространство. А потом там попал. А тут наоборот, выделить место 15, а потом минициализировать PCB. А нет, здесь выделить место имеется в виду физически уже в памяти, что-то выделить в некоторой странице, в памяти физической, да? Потому что вот мы можем создать ему вот это вот виртуальное адресное пространство, да, которое, я вот говорю, там внизу будет у нас 0, тут соответственно, max, stack, куча, там этот вот код. Так вот, вот это вот всё, это у нас виртуальное адресное пространство, да? Но, чтобы оно обрело уже электрофизическое наполнение, да, вот это вот можно уже, соответственно, отобразить на некоторую физическую память, да? Да, допустим, это, там, образ процесса на диске его, соответственно, загрузить в физическую память, здесь тоже что-то выделить. Вот здесь именно речь идёт вот об этом выделении, потому что просто создать адресное пространство виртуальное, здесь особенных проблем нет. То есть оно виртуально есть, а по факту оно пустое. То есть мы создаем виртуальное, но мы создаем виртуальное? Да. И поэтому вот если здесь вот мы говорим, то здесь у него будет состояние там новое, а в конце у него, соответственно, готовое. Вот если мы вот этой вот штучке вернёмся, то вот между двумя вот этими мы рассматриваем вот этот переход. Так вот, значит, про иерархию, ну, я на самом деле поменял вам только что и говорил. Ну, вот важно то, что у них есть всегда, у этих процессов в Unix взаимосвязь и дощерные родители, а также есть группы процессов, то есть они в некотором роде группируются. Ну, как пример этой иерархии, то, что оболочка или интерпретатор канонной строки, там есть термином shell, обозначаемый, является родительством для всех процессов, например, которые пользователь запускает из канонной строки. И, соответственно, если посылается сигнал на завершение группы процессов, то этот сигнал доставляется каждому процессу из группы. То есть это достаточно удобно для работы с группами процессов. А группа это как? Как она создаётся, эта группа? Ну, я тут хотел про это рассказать, но это всё-таки более как бы специфично, поэтому я пока решил на это время как бы не тратить. То есть есть отдельное дерево, там родители волчебные, а группы они как избу? Ну, скажем так, да, просто абстрактно, любой процесс может принадлежать какой-то группе, да, допустим, там все процессы веб-сервера принадлежат там в группе вот этих вот веб-серверов. Если мы хотим, допустим, их все разом завершить, то мы посылаем сигнал этой группе, они все у нас завершаются, то мы стартуем заново и, соответственно, у нас появляются уже новые процессы после завершения сфите. Просто сам подход такой, и там это выглядит достаточно удобно, логично и так как бы это должно было бы быть. Так вот, говоря про иерарх и процессор Квингус, то опять больно, условно говоря, можно сказать, что её нет. Но встаёт вопрос, как, соответственно, как взаимодействовать между процессами, как им управлять. Потому что, кстати говоря, говоря про ЮНИКС, то вот там родительский процесс, он не может менять множество своих дочерних процессов, но он может ими управлять. Собственно говоря, это вот одна из тех причин, зачем вообще есть эти иерархи. Но в Windows сделано по-другому. То есть при создании нового процесса, родительского процесса, да, то есть мы, хотя мы и говорим, что иерархи нет, но она как бы есть. Но в общем-то её нет. Так вот, когда новый процесс создается родительским, то родитель получает так называемый хендл этого дочернего процесса. И используя этот хендл, он может управлять своим множеством всех тех процессов, которые он создал. Значит, здесь, я думаю, нету не рассказано вообще, что такое хендл. Вы можете как бы представить и понять физический смысл или, скажем так, ну что угодно, то есть интуитивно его понять, что это такое? Обработчик какой-то, хендлер. Что-то похоже. Нет. Вот именно, что слово хендлер, это значит обработчик. А хендлер это существительное. Поэтому я даже не стал на русский язык переводить, потому что русскоязычного термина хорошего, насколько я знаю, нет. Ручка. Ну да. Скажите несколько плохих. Скажите несколько плохих, тогда можно понять смысл. Ну, наиболее часто я встречу автору именно ручка. Но, понимаете, это как-то... Вот дверная ручка, я понимаю, это дор-хендл. Как и чак. Как и дур. Все-таки это тот редкий случай, я хотя очень люблю русский язык. Наверное, здесь все-таки лучше применить... Скажите, что такое хендл тогда? Ну, скажем так, это не острый объект, или, говоря еще более за мной, это сущность для доступа к процессу. Ну, а если... Можно понять, какие какой это процессы. Не-не-не, если опуститься с такого высокого понятия сущности к приземленному, то это, грубо говоря, некое число, целочисленное, которое является индексом определенной таблицы и позволяет, скажем так, идентифицировать этот процесс. То есть это пит в юнексе? В некотором роде, да. Но в биндерсе, тут, понимаете, немножко сложнее. Там есть пит, который на самом деле является смещением в таблице процесса системы. А хендл, это такая штука, которая позволяет получить доступ к какому-то процессу, к другому процессу. И в ней все намного сложнее. Там осуществляется контроль доступа. Соответственно, права для этого доступа, есть ли у того процесса или нет, эти хендлы могут наследоваться. И все прочее. То есть такого, чтобы адресовать процесс исключительно по его идентификатору, такое не применяется. Да, но в целое число нельзя запихнуть всю эту информацию. То есть это фактически целое число, которое является индексом другой таблички. Да, где уже в табличке хендл. А вообще, если мы там говорим о видосе, то это, в принципе, на самом деле, можно сказать, что это идентификатор объекта этого процесса. Поэтому мы вот как раз опять-таки в той мною любимой уже, в который раз я не скажу, второй части, где мы будем рассматривать уже практическую реализацию, то там мы увидим, как есть менеджер объектов, и все представляется объектами, в том числе процессы и потоки. И вот хендлу там уже будет как бы понятно, откуда они берутся и зачем они нужны. Ну, пока так. Так вот, создание процесса, как оно вот в Unix происходит, да? Само создание, я считаю, осуществляется через вызовы fork и exec. Соответственно, что делает fork? Оно создаёт точный клон вызывающего процесса, так называемый дочерный процесс. Вот как уже было сказано. Exe, в свою очередь, заменяет образ процесса этого клона новой программы, которая должна быть выполнена. Вот, собственно говоря, я поэтому и спрашиваю, а как же другая-то программа может выполняться, если только через fork, собственно, происходит? Ну, на самом деле, он не fork-ом едином, а вот минимум вот этими двумя функциями. Вот. Ну и за счёт того, что у нас нет другого, на самом деле, способа породить процесс. Мы его не можем породить как-то, просто так. Ну, поэтому всегда есть иерархия. Вот. Соответственно, после создания процесса у родителей с предначальным процессом получаются собственные адресные пространства. Они абсолютно разные, то есть могут быть общие ресурсы, но адресные пространства в любом случае разные. И поэтому есть такое понятие, что вызов функции fork возвращается дважды. Понятно, почему так происходит? Один раз возвращается в родительский процесс, а второй раз возвращается уже в дочерний процесс. И разные вещи возвращает, да? А не было у лабораторных работ каких-то? А в смысле, два раза возвращается, то есть он возвращает управление в два разных куска кода? В два разных процесса. То есть он создаётся новый процесс, а код фактически там такого же. Вот когда у нас, если есть программа... Мы об этом уже разговаривали, что у нас все процессы одинаковые тогда получатся. Ну, экзек потом можно выполнить. Так вот, когда вот здесь вот идёт выполнение, да? Вот здесь вот, наша программа обычная, на все, да, там, скобочку надо нарисовать, там, и здесь скобочку было, чтобы было, вред не видит. Так вот, когда она у нас выполняется и fork, то вот отсюда уже появляется новый процесс, который начинает выполнение с вот этого места, вот этого, не с этого, и старый продолжает выполняться вот здесь вот. А, ну понятно, и она вернёт в тот, который вызвал её. И в тот, который создался заново копией, естественно, сейчас выполнение вот здесь. Ну, как создался заново копией, то есть он просто продолжит выполнение? Нет, один продолжит, а второй создался заново и продолжит, якобы, столомин. Вот, как бы... Ну, там есть вопрос, как разобраться, чтобы, значит, процесс мог понять, кто он, копия или не копия. Как у Шварценеггера было вот в этом фильме, как он там, ну, там что-то там века, если отогнуть, то будет точка какая-то, уклон. А здесь тоже можно разобраться по-настоящему. Вот поэтому меня всегда удивляло, так сказать... Я, конечно, ничего не хочу сказать, но... Что употребляли разработчики Unix, когда они придумали вот это вот? Все, по-моему, что-то употребляют? Ну, что там Форк, кажется, в ПИД возвращает, да? Нет, там потом можно сделать системную... А, да-да, он, конечно... Он возвращает в ПИД... И вот по ПИДу... Мы уже здесь вот можем там... Если он равен там родительскому своему, то это у нас одно, а если нет, то другое. Так вот, видимо, они предполагали вначале, что все процессы будут... Купим друг друга, что ли? Вот. То есть данная область даже пока мне еще не совсем понятна, почему так. А ты, кстати, почитай, есть текст... Есть текст вот этих товарищей, там... Томпсон, там, и так далее, про раннюю историю Unix. Про то, что они употребляли. То есть у них этот Форк, он получился как-то сам собой. То есть... Сейчас я попробую вспомнить. А, то ли... То ли изначально, ну, был написан какой-то Shell, да, или не Shell, или этот Inix, да. И нужно было обеспечить работу двух пользователей на одном компьютере в режиме разделения времени. И вот они написали этот Форк, чтобы просто тупо вот этот, значит... Жил... Памяти было мало. Соответственно, написав код один раз, вот для этой узкой задачи. Они потом решили, о чем мы будем писать отдельно вызов-процесс, да, мы используем Форк, а потом эту замену EXE. И так будет экономия отхода операционной системы. То есть, кажется, так. Я несколько лет назад читал. Вот. И как мы видим, замечательные исторические вещи, как долго они могут существовать и использоваться до сих пор на самом деле. Вот эта концепция никуда не делась. Она просто была существенно оптимизирована сейчас, чтобы это все не так ужасно тормозило. Но, в принципе, все то же самое, и то, что тут потом может быть вызов этого EXE и все проще. Вот. Ну, конечно, как бы в современном виде, мне, по крайней мере, кажется, куда логично вызвать системный вызов создания нового процесса. Где конкретно указать, какой процесс я хочу получить. Либо копию, либо новую. И как бы все. А чувствую, про миндовые потоки мы разговаривать не будем, потому что они сделаны плохо. Про какие потоки? Про миндовые. Но они уже долго состоятся по сравнению с Юликсом. Нет, я просто сейчас очень интересную тему. Это же в Индии сделано плохо. А у меня есть аргументы. Готов. Скажем так. Зачем мы сделали это плохо? Да. Открывай. 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 Я хочу тоже поставить на чехол. Если мы, завершая разговор о том, как это создается в Юнице, то вот видим, что создается почти такой же PCB после вызова фурка. Ну, естественно, он различается тем, что там будет другой идентификатор, как минимум. Халверское пространство идентично. Извините, а такой вопрос. А идишники процесса вообще в какой-то логике назначаются или на таблике? Они назначаются по очень жесткой логике. В Юниксе это индекс в таблице процесса, а в Инди это смещение начала таблицы. Так просто в чем фишка? У Юникса бывает такое, есть там какие-то небольшие числа процесса трехзначные, к примеру, и потом пошли какие-то десять тысяч. Ну и то, что там от реализации зависит, как у них эта таблица реализована, как там все это размещается. То есть, в принципе, ну ничего там магического нет абсолютно. То есть, это все для того, чтобы получить быстрый доступ, быстро выбирать. То есть, почему таблица, а не список? Чтобы можно было опираться. Интересно, пояс свободной ячейки в этой таблице. Да, да, да. Именно. То есть, это перебором это сделано или нет? Да, поэтому вот такие появляются там непонятные величины. Вот. Но это мы еще все посмотрим. Ну вот, мы на самом деле уже это все обсудили. Значит, как создается новая программа, как стартует в Юнисе. Ну, недостаток вот этого, в чем дело, да? Потому что сам форк, он очень медленный, да? Потому что нужно создать полную копию всего вот этого вот, да? А потом, как правило, заменить ее вот этим вот, другой программой. Ну, для этого, естественно, как бы сактимизировано, там есть уже придумано решение, чтобы это все как бы не, ну, убыстрить. Вот. Соответственно, в Linux есть функция Clone, которая заменяет форк и Vifu тоже. Вот. У нее там есть дополнительные опции. То есть, ну, понятное дело, Linux Torvalds, он как бы уже тоже прикинул вот это вот и подумал, что надо бы сделать что-то более красивое. Вот. Но, тем не менее, вот этот вот ключевой механизм, который я там нарисовал, важно четко понимать в любом случае, не важно там это Linux или Linux. Так. Казалось бы, то, что функция EXEC, но она не является системным вызовом в Linux. То есть там это, системный вызов, это несколько другая функция. Но, опять-таки, все равно можно знать, как работает EXEC. Потому что сама суть, вот она такая, исторически, и ее нужно знать, чтобы работать с этой системой. Ну, а Windows, как бы, тут все достаточно просто. Это системный вызов int-create-процесс. И там, наверное, вот до сюда вот параметров будет. Windows все достаточно просто. Да. Я их туда не стал писать, чтобы не очень загружать. Большинство из них, конечно же, это по умолчанию, там, все по дефолту можно так сделать. Вот. Теперь, в самом простом варианте, как переключаться между процессами. Значит, тут на помощь приходит тот самый PCB. Зачем он нужен? Состояние старого процесса туда сохраняется, а, соответственно, состояние нового процесса восстанавливается из этого PCB. Так вот, здесь, что самое важное, то время, которое затрачивается на переключение вот этого контекста. Вот это есть накладные расходы операционной системы. Чем оно меньше, тем у нас будет все быстрее работать. То есть, как бы, в пределах это либо операционная система занимается вот этим переключением, тратить все время, либо она нам дает большую часть времени для наших программ. Это все, соответственно, уже оптимизировано на аппаратном уровне, чтобы это все было быстрее делалось и не только в самой операционной. Ну, а вот эти переключения, чем могут вызываться? Это, соответственно, либо это прерывание, исключение, или системное вызвание. Теперь перейдем к очень интересной теме, это потоки, или еще по-другому называем нити. Значит, опять-таки, англоязычная пермирация, с ним все сложно, потому что, вообще говоря, это нити. Но более для понимания понятно, что это потом все. Мы сейчас посмотрим, почему. Но тем не менее, значит, вот мы только что подробно собрали, что процесс состоит, как минимум, из адресного пространства, в котором есть набор инструкций, данные и все остальное, и состояние его потока выполнения. Пока мы просто это абстрактно говорим, то, что мы называем вот этот вот код, где там происходит выполнение, да, мы его называем, что это поток инструкций, поток выполнения. Так вот, состояние этого потока характеризуется, соответственно, регистрами центрального процессора, такими основаниями, как счетчик команд, указатель стека и всеми другими. Ну и третье, из чего процесс состоит, это множество ресурсов операционной системы, которыми он владеет в данный момент. Например, открытый файл, осетительные соединения, все прочее. Вот, теперь, концептуально, видите, есть как бы три, в принципе, не связанных между собой понятия. И хорошо было бы вот иметь несколько более гранулированную возможность управления, то есть разделить как бы вот это вот на кривом области. И тут нам на помощь приходит так называемое понятие потоков. Вначале, скажем вообще, зачем они им нужны, да? Здесь опять у нас русский язык, он очень богатый, но вот в данном случае одно из исключений сложно выразить разницу. Потому что потоки нужны для двух вещей. Для параллелизма и для одновременности. В принципе, это одно и то же. Но в теории операционной системы различают тут два понятия. Потому что по-английски они это параллелизм, это не параллелизм, а одновременность это конкуренция. Так вот, параллелизм это когда у нас физически есть больше одного вычислительного гидра. То есть тогда это физическое одновременное выполнение программы для достижения наибольшей прозвонительности. А одновременность это вот когда у нас есть один процессор, но на нем выполняются одновременно несколько программ. В данном случае это нужно не для производительности вовсе, а просто чтобы у нас было одновременно выполнение программ. То есть много задач на операционной системе. Так вот, потоки нужны и для того, и для другого, для более эффективного использования. Так вот, как достичь параллелизма в самом простом способе. Вот у нас есть набор этих процессов. Программы изолированы друг от друга. Они могут работать на разных процессах. Отлично. То есть параллелизм есть. Но потоки позволяют нам достичь параллелизма другим способом. То есть потоки работают внутри одного процесса. И все потоки процесса имеют одно адресное пространство. И те же ресурсы. Но у них есть свой стек и свое состояние центрального процесса. Так вот, чуть ранее я говорил пример про веб-седа. Когда у нас для каждого пользовательского запроса для его обработки создается форка новый процесс, который обрабатывает этот запрос. В Индии не совсем так. Ну, сейчас это вообще не так. Но когда-то это было так. И думали, что это очень круто. Ну, вообще говоря, есть такой веб-сервер, Apache. Он до сих пор думает, что это достаточно круто. Поэтому и пошло такое развитие веб-сервера под названием Engine X, который подумал, что вообще-то говоря это не очень здорово. А надо было бы использовать другие подходы. Так вот, почему это не здорово? Потому что на самом деле про параллелизм. Скажем так, тот же веб-сервер, ожидая по запросу клиенту, может обратиться в базе данных. Ожидать от нее ответа. Но в это время этот же сервер мог бы загрузить какие-то данные еще с дисков, с другого клиента. И просто вам работает запрос третьего клиента, если у него уже есть все в памяти. То есть принцип параллелизм тут мог бы быть, и мы не можем для этого создавать новые копии всего процесса. Или, например, открываете вы какую-нибудь веб-страничку в веб-браузере, он параллельно мог бы загружать данные из различных источников. Ему не обязательно грузить одну картинку, подождал, когда она загрузилась, и сделал вопрос к следующему. Тогда бы у нас вхождение по интернету было бы достаточно сложным и муторным занятием. Поэтому на помощь нам приходит параллелизм. Вообще, если бы веб-страузер создавал новый процесс для загрузки каждой картинки, это было бы, конечно, достаточно интересно. И поэтому нам нужна некоторая абстракция для того, чтобы все это разбить на более низком уровне. Ну и еще один пример параллелизма, это когда нам нужно отработать большой массив данных. Допустим, там, сложение или перемножение матриц. Здесь тоже можно долго работать с одним и тем же адресом пространства, где это расположено матрица, но параллельно выполнять, просто поделить ее на части и параллельно их обрабатывать, суммировать или перемножать. Но нового, другого адресом пространства для этого не надо. То есть это ключевой момент. То есть в каждом из этих примеров параллелизм есть общее. Один и тот же код, это доступ к одним и тем же данным, один уровень доступа и одно множество ресурсов. Совсем вот это вот выделяется вот таким вот общим вещам. Разное у них это то, что у них разный степ, разные, соответственно, регистры процессора, счетчик конструкции и все оставшиеся регистры. Теперь, основываясь на этом, как, собственно говоря, вот этого достичь? Ну, используя то, что мы только что рассмотрели, можно было бы сказать, давайте сделаем форму. Породим несколько процессов и каждый вот этот вот процесс, который у нас вот здесь вот породился, мы сделаем так, чтобы он настроил отображение его, некоторая часть адресом пространства вот этого нет, так, чтобы оно у нас было одинаковым, то есть физически отобразило одно на другое. Это вариант решения проблемы, но это, мягко говоря, сложный способ, да, то есть это можно самому настраивать вот это вот все, потом каким-то образом этим всем управлять, нужно синхронизировать доступ, и к тому же у нас все еще остается неэффективность такая, что это затраты на создание нового вот этого блока управления процессом, таблицы страниц для каждого нового процесса и всех-все-всех других там, создание структур данных, копирование адресового пространства, то есть, ну, скажем так, это очень сложный процесс. Так вот, решение, собственно говоря, почему бы не ввести такое понятие, как потоки, то есть отделить понятие процесса от той минимальной нити, от того минимального потока управления, которое он состоит в его программе. В некоторых раньше книгах было такое понятие легкого процесса, или потока. Вот, в общем-то, одно и то же. Поэтому большинство современных операционных систем поддерживает два объекта. Первый – это процесс, который определяет адресное пространство и общий адрес это процесс. А второй объект – это поток, который определяет последовательный поток наполнения в рамках процесса. Поток привязывается к одному процессу, то есть к одному адресному пространству. И поэтому в одном адресному пространству может быть много потоков. Что дает такие преимущества как легкий доступ к общим данным? И то, что создание потоков занимает очень мало времени. Поэтому единицей клонирования становятся уже потоки. А процессы – всего лишь контейнер, которым наполняются эти потоки. Здесь вот есть такой переход. То, что раньше мы называли процессом, мы называли всю вот эту вот штуку. Теперь мы будем ей называть исключительно процессом – это вот этот контейнер. Поток – это уже те нити выполнения, которые у него есть внутри. То есть это очень важное занятие. На картинке получится несколько стеков, да? Да, да, несколько стеков. Ну, как бы очевидно, зачем это было по точности полезным. Я уже об этом только что сказал, то, что есть доступ к общим данным, но нужно разные места обрабатывать. То здесь вот просто это идеально подходит. Ну вот, если раньше мы говорили, что процессы – это у нас адресное пространство, ресурсы, и единственный поток, как мы раньше называли, то теперь мы говорим о том, что процессы у нас – это адресное пространство, это ресурсы, и все потоки, приближающие этому процессу. Вот теперь как раз вернёмся. Какие бывают потоки у нас? В принципе, их можно сделать двумя способами. Их можно сделать на уровне ДИТРАУ. То есть есть системный вызов для создания нового потока, который выделяет стек внутри адресного пространства процесса, инициализирует блок управления потоком, и каждый поток идентифицирует свои нормы по аналогии с ПИДом. И есть потоки на уровне пользователя. Извините, пожалуйста, а почему вы выделяете именно стек? Там же есть какие-то структуры, как ТЛС для каждого, ТСАТик для каждого? Ну, просто ключевой момент – то, что стек, там уже передаются все параметры, там происходит цепочка вызова даже функций, обратные адреса там сохранились. То есть, в принципе, организовать другую последовательность выполнения, не имея собственную стека, невозможно, в принципе. Довольно. Поэтому ему здесь столько и внимания уделяется. Так вот, про потоки. Очень интересно. Как их можно организовать? Если у нас здесь есть ядро, и есть процессор. Соответственно, есть два варианта. Значит, в первом варианте ядро управляет вот этими вот потоками. то есть оно о них все знает, все ими делает. Во втором варианте может быть так, что есть тот процесс, два. В нем есть три потока, но ядро о них совершенно ничего не знает. Здесь есть специальная блюднеотека, называемая BIS-REL, который управляет этими потоками вообще без ядра. Вот это очень интересный момент. И здесь есть соответствующие плюсы и минусы. То есть это как раз говорится о том, что в Линуксе применяется вот такая модель, а в NT применяется вот такая модель. Сейчас посмотрим, собственно говоря, почему. Есть плюсы и минусы. Значит, вот на уровне ядра, вот как я уже все показал, здесь есть минус в том, что нужен системный вызов для создания потока. А это время. На уровне пользователя системного вызова не нужно. Все регулируется, именно все управляется библиотекой PIS-REL. Соответственно, каждый поток в этой библиотеке представляется регистром нашим программ-каунтером, остальным регистром процессора, стеком и небольшим блоком управления. Создание потока, переключение между ним и синхронизация выполняется вообще без участия ядра. Вот это достаточно такая интересная штука. В данном случае мы говорим о том, что там нарисовано на процесс 2. Поэтому потоки режима пользователя могут создаваться быстрее в 10-100 раз, чем потоки режима ядра. Казалось бы, преимущество очевидно, но нет. По производительности я нашел данные. Вот такая вот группа товарищей из университета.